Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире Уругвай и геноцид армян. Остров Ахтамар в городе Ван будет обеспечен питьевой водой. Сирия и ООН договорились о совместной работе по разминированию. ЕС подтвердил встречу Ирана и посредников ООН на уровне глав МИД 6 июля в Вене. Сирийская армия оставила большое количество боеприпасов в сирийском городе Дара. Лавров считает ожидания ухода Ирана из Сирии нереалистичными. 20 апреля 1965 года Уругвай официально отдал дань памяти армянским жертвам, признав массовое убийство, совершенное в 1915 году. Этим шагом Уругвай гордится именно тем, что дух праведности способствует возрождению армянского народа и тем самым помогает выйти из темноты пренебрежения и отрицания. Уругвай открыл путь, по которому позже великие державы также признали эту трагедию преступления против человечества. Годовщина столетия была исполнена приказом папы римского отца Франциска, где он заявил, что наше человечество стало свидетелем трех великих трагедий прошлого века, а именно первый геноцид 20 века, который поразил ваш армянский народ, первую христианскую нацию, а также католиков и православных сирийцев, ассирийцев, халдеев и греков. В своих официальных признаниях уже 21 века, например, Франция или Германия используют слово геноцид. Несмотря на то, что прошло более 50 лет, у Западной Армении теперь есть обязательство и торжественное желание увидеть изменения уругвайского закона номер 13.326, поскольку массовые убийства и волна перемещения так называемых турецких правительств Западной Армении в 1994 по 1923 года носит характер геноцида. Ведется работа по обеспечению питьевой водой острова Ахтамар в городе Ван. Согласно источнику в Ахтамаре, где находится Армянская церковь Святого Креста, на дне озера будет проложен водопровод длиной в 4000 метров для развития туризма. Сообщается, что проект будет стоить 5 миллионов лир. Сирийское правительство и Комитет ООН по разминированию подписали меморандум о разминировании в освобожденных территориях Дамаска. От имени сирийского правительства меморандум был подписан заместителем министра иностранных дел Фейсалом Мигдадом и со стороны международной организации Агнес Маркаю. Во время встречи Мигдад подчеркнул, что проводятся огромные усилия сирийской армии и союзных сил по разминированию освобожденных территорий для спасения гражданского населения. Также подчеркнул, что Сирия нуждается в поддержке международного сообщества. А по словам Маркаю, организация будет вести анализ параллельно с Сирией по вопросу о начале разминирования в населенных и наиболее уязвимых районах. Евросоюз подтвердил встречу Ирана и пяти государств-посредников ООН по ядерной программе Ирана на уровне глав МИД 6 июля в Вене. Как сообщает Армен Пресс, об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении внешнеполитической службы ЕС. Вышедшие соглашения по Ирану США на встречу не приглашены. Министерская встреча совместной комиссии по совместному всеобъемлюющему плану действий по Ирану пройдет в Вене 6 июля. Встреча пройдет под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Маггерини. В ней примут участие Китай, Франция, Германия, Россия, Великобритания и Иран. Говорится в документе. В сирийском городе Дера боевики оставили большое количество боеприпасов и снаряжения с большим количеством различных типов и калибра. Отмечается, что оружие и боеприпасы, оставленные террористами, производятся в Соединенных Штатах и других странах Североатлантического Альянса. Согласно источнику, добыча, оставленная радикальными исламистами, заняла всю территорию одной из воинских частей сирийской армии. Абсолютно нереалистично ожидать, что Иран уйдет из Сирии и перестанет играть свою роль в регионе. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИЭ Новости. По его словам, тема Ирана в западных СМИ обсуждается в предельно упрощенном контексте. В частности, как указал министр, для неискушенных читателей и зрителей говорится, что Иран должен уйти из Сирии, и тогда все встанет на свои места. Причем это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион. Иран, мол, должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, и тогда наступит везде благодать, указал российский министр. Понятно, что это абсолютно нереалистично, и что решать проблемы региона без участия ключевых его стран, в том числе Ирана, Саудовской Аравии и Ордании, Египта и многих других не получится, подчеркнул Лавров. На сегодня у нас все. Оставайтесь с миром.